Юна Гринбериал, принц королевства Пик, лучший друг и соперник главного героя тайтла Черный Клевер. Кому-то этот персонаж кажется чересчур забафанным, а кто-то каждый раз удивляется его прогрессу или же как Люциус за Гратис, ужасается тому, что помимо антимагии он столкнулся с еще одной аномальной силой, способной дать ему отпор. Сегодня мы не будем разбирать всю силу Юна, а только затронем лишь самое вкусное и необъяснимое. Но если вы хотите увидеть видос и про фулл силу любимчика Маны, тогда пишите соответствующий комментарий под роликом. Ну а также напоминаю, что представить свою любимую мангу, мангу Маньхуа, вы сможете на remango.org. Здарова, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Перед началом ролика хочу сообщить вам, что я провожу сборное оформление цветной 369 главы Черного Клевера. Так что если вы хотите прочесть эту шикарную главу только уже в цвете, тогда присоединяйтесь к сбору. Ссылки вы найдете в описании под роликом. Первоначально антагонистам было сделано все для того, чтобы убить потенциал роста наследника Королевства Пик. Но вот только Люциус не учел, что изгнание Юна в Королевство Клевера под влиянием Асты даст ему такой огромный стимул для того, чтобы раскрывать свою истинную силу, которая даже не является его потолком. Когда же четвертый загротис объявил начало судного дня, после удаления из игры главного героя Санти Магия, его первоначальной задачей было уничтожение Юна Гринбериала, который по словам антагониста является его истинным противником, рожденным специально для того, чтобы помешать созданию идеального мира. Ведь заглядывая в десятки тысяч временных линий, Люциус выстроил безупречный план по сломлению потенциала Юна. Единственный невыгодный для него вариант исхода был лишь тогда, когда в Королевстве Пик не произошло никакого восстания и в нем сила наследника престола Гринбериала внеумолимо увеличивалась. Однако даже для того, чтобы достичь уровня, при котором принцу удастся победить Люциуса, Юна потребовались годы, если не десятки лет. Но уже сойдя с ним в реальном сражении, из-за гратис был нехило так ошарашен, ибо его противник не то, что смог достичь около того же уровня силы, что и во временной линии, где не было оказано никакого влияния на Королевство Пик, Юна сумел даже превзойти тот уровень и стать еще сильнее, чем смог себе представить антагонист. Даже Дьявол Адрамелек в своем отчете Люциусу сказал, что Гринбериал смог в мгновение ока убить группу высокопоставленных демонов. И он просто представить не мог, что человек, даже подобно его таланту, за такое короткое время смел достичь такой невероятной силы. То есть у нас есть два свидетеля аномального роста потенциала Юна, которые прямо твердят, что этот человек за промежуток около года смог стать даже сильнее себя из другой временной линии, которому понадобилось на все это в разы больше долгих лет тренировок. И главное отличие между двумя Гринбериалами из двух временных линий, помимо влияния Асты, что конечно есть неотъемлемым фактом стремления не проиграть своему сопернику. Хотя соперничать с тем, у кого есть антимагия, почти нереальный расклад, так что за то, что Юна не сдался, ему огромное уважение. Ну а главным же различием между двумя временными линиями является создание Юна в настоящем времени комбинированное заклинание магии звезд и магии духа ветра Неверленд, которое собой представляет огромный массив территории, бафающую силу союзников и дебафающую силу противника. Вот только как по мне, это хоть и выглядит достойно уровня Короля Пик, но мне кажется, что это всего лишь второстепенные плюшки. Ибо основным эффектом заклинания Неверленд является полный контроль над пространством и временем, при котором мегаимбовая магия времени антагониста полностью нивелируется, поскольку, как говорил сам Юна, в пространстве, в котором охватывает область Неверленд, время абсолютно не течет. И именно в этих словах и скрывается истинный вариант, как наследник престола Королевства Пик смог достичь той невероятной силы. Ведь все мы знаем, что после окончания сражения с Люцифера или зазрения угрозы невероятного масштаба, главные герои усердно тренировались. И пока Аста за год смог лишь увеличить длительность ассимиляции с дьяволом путем урезания мощности самого режима, то Юна достиг такого уровня, что в одиночку смог уничтожить толпу высокопоставленных дьяволов. Все благодаря Неверленду, который позволял ему тренироваться дольше, но поскольку время в этой области не течет, то в настоящем Юна тратит меньше времени. Из-за чего его рост силы выглядит значительно увереннее, чем у Асты. Ибо пока Гага тратил год на свои тренировки, его соперник, будучи в Неверленде, провел несколько лет, а то и больше. Но из-за антимагии и влияния Асты на окружающих, Люциус обо всем этом и не знал. Вот поэтому с таким влиянием на пространство и время, Неверленд Юна является даже уникальнее антимагии Асты. Конечно, если прямо противопоставить главного героя и его лучшего друга, то победителем в итоге все равно окажется Асты, так как антимагия все равно эффективнее против магии. Но и она не всесильна, что видно на примере вмешательства магии души Люциуса на паладина, когда даже меч демона-разрушителя не смог полностью спасти Лили и Дамнатио, поскольку влияние магии души гораздо глубже и, возможно, конечное, больше не зависящее от отмененного эффекта антимагии. Так что если Юна еще больше будет тренироваться в области Неверленда и познает магию звезд, раскрыв больше созвездий, тогда он в теории сможет создать заклинание, воссоздающее конечное явление, с которым уже не сможет справиться даже антимагия. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на rimango.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось и что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok